На семинар совещания съехались руководители и специалисты всех отделов и управления образования Ростовской области. Разговор получился очень серьезный. Тема экстремизма и терроризма актуальна в современном мире. Десятки соотечественников оказались в числе запрещенных в нашей стране исламских террористических организаций. Каким образом их удалось завербовать? Сегодня школьники сети интернет доверяют больше, чем родителям и учителям, и легко общаются с совершенно незнакомыми людьми. Многие поддаются влиянию. В своем выступлении я сегодня говорила о том, что есть некие моменты, есть некие этапы в развитии ребенка, когда его ситуация можно назвать рисковой. И в этом случае мы подчисляем таких детей в группе риска. Это никакой не клеймо, мы это делаем для того, чтобы понять проблемы ребенка и на этих ранних этапах распознать, в чем может быть этот риск. Этот риск может быть в употреблении наркотиков, этот риск может быть в совершении попытки самоубийства, этот риск может быть вовлечении в деятельность экстремистских организаций. Проблемы профилактики экстремизма и терроризма среди школьников возлагаются на педагогов. Остальные структуры им будут помогать. Полное взаимодействие должно быть налажено с правоохранительными органами. Если ребенок несколько дней не приходит в школу или приходит с синяками, об этом обязательно должен знать участковый. Следует учитывать, что молодежному экстремизму присущи некоторые особенности. Большинство молодежных экстремистских группировок носят неформальный характер. Рядок членов имеет весьма смутное представление об идеологии подоплеки экстремистских движений, во многом ориентируясь на громкую фразеологию и внешнюю атрибутику и другие аксессуары. Не последнюю роль играет и возможность почувствовать себя членом некого тайного общества или даже ордена. Имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными по их мнению. Эта работа особенно актуальна в этом году и в прошедшем году в связи с тем, что на территории Ростовской области в настоящий момент проживает и обучается в образовательных учреждениях почти 5,5 тысяч детей, покинувших территорию Украины. В связи с тем, эта работа для нас, особенно в приграничных территориях, в настоящий момент, с началом нового, 2016 учебного года, является приоритетной и актуальной, находится на постоянном контроле. На педагогов ложится еще одна ответственная задача – включиться в работу по противодействию молодежного экстремизма, профилактику ксенофобии и агрессивного поведения подростков. Каковы методы этой работы? Это может быть организация досуга, это может быть оказание психологической помощи в группе или индивидуально, это может быть оказание помощи родителям, даже в поиске работы. То есть то, что вызывает риск отторжения ребенка от семьи, от школы, то, что подталкивает ребенка находить других знакомых, которые его, как ему кажется, понимают лучше, а на самом деле они могут на этой волне и вовлечь его в деятельность таких организаций. Участники семинара получили массу полезной информации, ведь противодействие терроризму и экстремизму – новое направление в педагогике. К сожалению, жизнь диктует необходимость такой работы.